Золотая рыбка История селекции аквариумных золотых рыбок восходит к Древней Азии и насчитывает более тысячи лет. Ведь еще в Древнем Китае, Корее и Японии занимались разведением и выращиванием золотых рыбок. За годы селекционной работы китайских и японских рыбоводов появилось очень много пород. Первые золотые рыбки были выведены от серебряного карася. Вот что интересно, с 2003 года ей золотой рыбки присвоили видовой статус. Обычная золотая рыбка сохранила наибольшее сходство со своим предком – карасем. В настоящее время существует более 300 признанных пород золотой рыбки. Сегодняшние аквариумы – это обычно небольшие декоративные водоемы, которые украшают интерьеры помещений. Но в Китае и в Японии до сих пор очень популярны искусственные прудики, на которые можно смотреть сверху. Или же декоративные аквариумы, которые расположены ниже пояса человека. Такие аквариумы обычно без крышек светильников. Это дает возможность наблюдать за рыбками сверху. Именно для наблюдения сверху и были разведены многие породы золотых рыбок. Их разнообразие поразительно. Давайте поговорим о некоторых из них. Веерохвост. Внешне он очень похож на обычную золотую рыбку, но у него двойной хвостовой плавник, а форма тела похожа на каплю. Это спокойная и безобидная рыбка, которая быстро привыкает к аквариуму. Веерохвост отлично уживается с такими же миролюбивыми и спокойными рыбками. Главное, чтобы соседи не вредили ее красоте и здоровью. Окраска тела бывает однотонной, двуцветной, трехцветной, ситцевой, белой, красной и пурпурной. Но брюшко веерохвоста всегда остается желто-оранжевым. Следующая порода золотой рыбки – вуалихвост. Отличительной особенностью этой породы является длинный, изящный двойной хвост с острыми краями. Вуалихвосты бывают во всех вариантах цветовой гаммы и типа окраски. Оранда является одной из самых популярных и распространенных пород золотых рыбок. По типу тела существует две вариации оранд. В Японии популярен удлиненный тип тела, а в Китае более короткий и компактный. Отличительной особенностью этой породы является голова, которая покрыта бородавчатыми наростами. Как и предыдущие породы, оранды бывают разных цветов и типов окраски. Рюкин. Известен также как Риукин и Нимфа. Эта порода выведена в Японии. По форме тела рюкин очень похож на веерохвоста, но имеет характерный изгиб спины в виде горба, который начинается от головы. Жемчужинка. Эта золотая рыбка имеет очень маленькую узкую голову и почти шарообразную форму тела. Из всех пород золотых рыбок жемчужинка имеет самые маленькие размеры. Выступающие чешуйки, которые имеют более темный контур и контрастную окраску, создают впечатление, что все тело рыбки покрыто бусинками или капельками. Тосакин. Эта порода была выведена в Японии. Она считается одной из самых дорогих и редко встречающихся. Тосакин очень эффектно смотрится сверху. Впервые о ней заговорили в 1845 году в префектуре Кочи, ранее известной как Тоса. Поэтому породу и назвали Тосакин. Но после бомбардировок Японии во время Второй мировой войны, а также землетрясения и цунами в 1946 году, выжили только шесть рыбок этой породы. Их обнаружили в одном ресторане. Оттуда они и были срочно выкуплены. Затем японское правительство объявило Тосакин природным сокровищем префектуры Кочи. Сейчас же считается, что все ныне живущие особи этой породы произошли от тех шести, некогда содержавшихся в ресторане рыб. Телескоп Отличительной особенностью этой породы являются огромные выпуклые глаза. Очень долгие годы эта порода была широко распространена только в Азии. Но в 1872 году телескопы попали в Европу. В том же году они попали и в Россию. С начала 20 века российская аквариумистика имела своих селекционных телескопов. Стараниями аквариумистов были выведены и закреплены многие вариации телескопов. К сожалению, в настоящее время многие уникальные вариации русских линий телескопов были безвозвратно утрачены. И уже нигде больше не встречаются. Львиноголовка очень напоминает оранду. Вот только у львиноголовки нет спинного плавника. Да и бугорчатый нарост около головы немного больше. С 17 по 18 века львиноголовки завозились из Китая в Японию. Японские селекционеры вывели более округлую форму рыбки с несколько измененным хвостовым плавником и меньшими размерами тела. Совершенные формы львиноголовок сегодня встречаются очень и очень редко. Поэтому она считается одной из самых дорогих пород. А были времена, когда львиноголовку продавали на вес золота. Помпон. История появления этой породы доподлинно неизвестна. В качестве родоначальников рассматриваются всего две страны – Япония и Китай. Характерной особенностью помпона являются сильно увеличенные носовые клапана. В обычном состоянии они практически незаметны. Это своего рода наростаный носу, которые имеют различные размеры и формы. Ранчу. Эта порода была выведена в Японии и среди пород золотых рыбок претендует на королевский титул. Дело в том, что благодаря этой породе было выведено много новых форм и вариаций золотых рыбок. Ранчу имеет толстое яйцевидное тело. Грудные и брюшные плавники маленькие, вдвое меньше высоты тела. Хвост треугольный, образованный двумя сросшимися хвостовыми плавниками. Спинного плавника нет. Лучший обзор при наблюдении за ранчу – это сверху вниз. В коротком ролике не расскажешь обо всех породах. Их слишком много! А о каких породах хотелось бы узнать вам? Редактор субтитров А.Семкин